Всем привет, друзья! Когда я только начинала вести свой канал и впервые показывала свой сад, название очень многих растений я произносила неправильно. И мои зрители в комментариях под видео довольно часто меня поправляли. За что я, конечно же, им очень благодарна. И таким образом, именно из комментариев я узнала, что правильно произносить не дерен, а дерен. Не отчиток, а отчиток. Но, друзья, к сожалению, были и другие случаи. И вот совсем недавно одна зрительница оставила такой комментарий под одним из моих видео. Она написала, Светлана, все хорошо, но все-таки не гейхера, а гейхера. И тут я подумала, стоп! Именно так я когда-то давно, когда только начинала вести свой канал и произносила это слово. Но именно зрители, мои зрители поправили меня. Причем я помню, что было очень много поправлений именно этого слова. И мне писали Светлана. Какая гейхера? Ну вы что? Надо правильно говорить гейхера. Я не стала перепроверять, поверив на слово своим зрителям, так как до этого исправления действительно были верные. И правильно все-таки говорить дерен, а не дерен, и отчиток, а не отчиток. Ну и поверив на слово, я долго, друзья, переучилась говорить не гейхера, а гейхера. Мне было это очень сложно. И вот тогда я подумала, стоп, подождите, не может быть. Полезла в интернет, перелопатила несколько справочников, не сразу поверила первому попавшемуся. И действительно, я убедилась в том, что правильно говорить гейхера. Так вот, друзья, очень часто в комментариях многие из нас любят поправлять друг друга, причем сами не задумываются о том, что поправляют они неправильно. И вот именно случай с этой гейхерой, я теперь переучиваюсь говорить это слово правильно, натолкнула меня на то, чтобы записать сегодняшнее видео. И я потратила, друзья, несколько дней, посидела в интернете, выписала название самых часто сажаемых цветов и растений в наших садах. И с удивлением обнаружила, как многие из них произносятся. И многие, действительно, друзья, названия мы произносим неправильно. И я произношу неправильно. И вот давайте в этом видео я вам назову 40 растений. Их прям будет 40. И это будут действительно сюрпризы для вас, как правильно надо говорить название садовых цветов и растений. Итак, слушаем. Ну что ж, первое растение, первый сюрприз. Бугенвелея. Невысокое растение или лазающий кустарник, который часто можно увидеть в южных широтах. Большинство садоводов произносят это слово с ударением на третий слог. Да и пишут часто неправильно. Через и вместо предпоследней е. Однако же верный вариант – бугенвелея, а не бугенвилея. Запомните, друзья. Следующее слово – гейхера. Ну, с ударением в этом слове мы уже с вами разобрались. Я думаю, все запомнят, что правильно произносить гейхера, а не гейхера. И растение это названо в честь немецкого врача и ботаника Иоганна Генриха фон Гейхера. Поэтому и ударение в слове на первый слог. А вот слово гейхерэла, что интересно, произносится с ударением на третий слог. Следующее название – горец. Именно так надо произносить это слово, если речь идет о растении, а не о человеке с гор. Эти два слова – горец и горец – пишутся одинаково, но произносятся по-разному. Запомните это. Сейчас будет еще один сюрприз. Спорыш, друзья. Именно так. Спорыш, а не спорыш. Вот это как раз разновидность горца. Произносится спорыш с ударением на последний слог. Уверен, многие удивлены. Да-да, и я тоже произносила это слово неправильно. То есть спорыш. Что ж, теперь буду привыкать говорить правильно. Еще одно интересное слово – живокость. Уверена, даже немногие его слышали. Однако, это русское название всем известного дельфиниума. И это тот редкий случай, когда заморское слово будет произнести, пожалуй, даже легче, чем русское. Итак, живокость ударение ставим на первый слог. Следующее слово-сюрприз – куркума. Тропическое растение из семейства имбирных. Из высушенных ярко-оранжевых корней которого делают пряный порошок, который многие из нас используют в качестве приправы. Ударный слог в этом слове второй, хотя большинство произносят с ударением на последний. В общем, запомните, что правильно – куркума, а не куркума. Мелколепестник или эригерон. Именно так. Призношение этих двух слов, которые по сути означают одно и то же растение из семейства астровых. И оба эти слова мы часто произносим совершенно неверно. Например, я встречала произношение этих слов как мелколепестник и эригерон. Правильно, конечно же, друзья, запомните – мелколепестник и эригерон. Вот эригерон, мне кажется, действительно выговаривать довольно сложно. Следующее слово, друзья, ударение в котором стало для меня настоящим сюрпризом, так как я также произносила это слово неправильно. Что же это за слово такое интересное, спросите вы? Это эхинация. Именно так следует произносить это слово. Не эхинацея, а эхинация. Признавайтесь, а вы как произносили это слово? Что ж, мне точно придется переучиваться. А вам? Напишите в комментариях. Еще одно слово, которое я уже упоминала в начале этого видео – это очиток. Растение из семейства суккулентных, которое насчитывает множество видов, среди которых встречаются очитки самой разной формы, высоты и окраски цветов и листьев. Имеет еще одно название – седум. И произносится правильно, с ударением на второй слог. Итак, правильное произношение – очиток и седум. Запомните, друзья. Следующее слово – сумах. Раскидистый, многим известный кустарник, с очень большой кроной, чем-то напоминающей пальму. Его вид создает на участке какую-то особую южную атмосферу. В последнее время сумах стал очень популярным в средних широтах нашей страны. И произносится это слово с ударением на последний слог – сумах. Еще одно всем известное растение – это колиус. Произносится с ударением на первый слог. Все мы знаем колиусы. И в зимнее время они, как правило, украшают подоконники в наших квартирах. А летом многие из нас предпочитают высаживать колиусы в кашпо, в горшки или просто в открытый грунт. И правильное произношение этого слова – колиус, а не колиус. Запомните. Дерен – очень известный кустарник. И вряд ли найдется в наше время сад, где бы не был высажен дерен. Именно так необходимо произносить это слово. Однако многие не знают, что гласное в первом слуге этого слова не «е», а «ё». Но когда в слове есть гласное «ё», она всегда ударная. Поэтому запомните это достаточно просто. Не дерен, не дерен, а дерен. Все просто. Следующее слово – рододендрон. Очень известный кустарник, который также у многих украшает современные сады. Но многие почему-то до сих пор произносят это слово неправильно, как рододендрон. Конечно же, правильное произношение – рододендрон. Но мне кажется, что с произношением этого слова особых проблем быть не должно. Довольно легко запомнить – рододендрон. Гибискус. Именно так правильно произносить это слово. Название этого цветка из семейства мальвовых. А вы как произносили? Признавайтесь в комментариях. Я, кстати, тоже произносила. Признаюсь вам – гибискус. Правильно? Гибискус. Следующее слово – ирис. Слава богу, ударение в этом слове ставит практически все правильно. Но я встречала, друзья, на просторах интернета, когда некоторые блогеры говорят «ирис». И, конечно же, конфеты ириски здесь совершенно ни при чем. Своё название всем известный цветок получил от древнегреческого слова «ирис», что означает «радуга» или «послание богов». Правильное произношение с ударением на первый слог. Ирис, а не ирис. Эримурус – один из очень красивых цветков с роскошными вертикальными соцветиями. Напишите, кстати, знаете ли вы такой цветок? Я его знаю, он мне очень нравится, но, к сожалению, в моем саду его пока нет. Название «иримурус» происходит от греческих слов и означает «пустыня» и «хвост», что связано с формой соцветий этих растений. И ударение в слове ставим на гласную «у» – «иримурус». Запомните. Сейчас будет название еще одного всем известного цветка, который многие из вас произносят неправильно. Я тоже, кстати, произносила его неправильно. Мускари. Да-да, именно мускари, а не мускури или не мускари. Уже сама заговорилась. В общем, друзья, опять пишите в комментариях, удивлены ли вы, что правильное произношение этого слова с ударением на гласную «а». Мускари. Мускари – одни из самых ранних цветов в саду, первыми просыпаются после зимней спячки и обязаны своим названием запаху, отдаленно напоминающий мускус. Ударение, повторяю, в этом слове ставится на гласную «а». Мускари. Ясколка. Многим известное растение. Растет в моем саду. Очень красивое растение. Образует поздней весной или рано летом такие красивые цветущие белые ковры. Очень красивая листва у этого растения. Она такая слегка сизоватая. Я встречала произношение этого слова с ударением на первых слог. То есть ясколка, а не исколка. Что, конечно же, является неверным. Правильное произношение – ясколка. Так же, как и яснотка, а не яснотка. Запомните. Ясколка – яснотка. Агератум. Ударение в этом слове ставим на гласную «а». В нашем климате этот цветок мы выращиваем в качестве однолетнего растения. Очень красивый цветок. Очень благодарный. Цветущий до самых заморозков. Еще одно растение. Безвременник. Очень красивый, необычный цветок. Чем-то напоминающий крокус. Получил свое название на то, что расцветает осенью, когда уже в основном все цветы, наоборот, заканчивают свое цветение. Берючина. Еще один кустарник, чем-то напоминающий сирень. Ну и правильно. Они же родственники. И, кстати говоря, в переводе с латинского «берючина» означает «связывать». Все дело в том, что кора берючины обладает вяжущими свойствами. За что растение и получило такое название. Ударение в нем ставим на третий слог. Берючина. Вейгела. Именно так правильно произносить название всем известного весеннецветущего кустарника. Кстати, когда-то я произносила это слово неправильно. С ударением на первый слог. Ну, видимо, мне хотелось как-то соотнести его с гейхерой. Однако же нет. Кстати, мои подписчики часто спрашивают, есть ли в моем саду вейгела? Ну, конечно же, есть. И сорт моей вейгелы «Розеа» один из самых зимостойких сортов. Вот сказала и подумала, правильно ли я поставила ударение в слове «Розеа». Если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Следующее название «Вероника». Именно так мы произносим название цветка всем известного, который имеет множество видов и у многих растет в саду. Вероник действительно необычайно много. Причем совершенно разных. Однако, в наше время вряд ли найдется сад, в котором не росла бы Вероника, а не Вероника. Гербера, а не Гербера. Сата Гербер в горшках покорила, конечно же, многих любителей домашних цветов. Но в последнее время, кстати, стали популярными и садовые Герберы. И хоть вырастить Герберу в саду не так-то и просто, однако же садоводы-любители не боятся трудностей и с радостью закупаются семенами. Кстати, а вы пробовали выращивать Герберу из семян? Если пробовали, то обязательно поделитесь об этом в комментариях. Следующее название «Тамарикс». И, кстати, говорю, правильным еще будет «Тамариск». То есть, правильно говорить и «Тамарикс», и «Тамариск» с ударением на последний слог. Вы знаете, немногим известен этот кустарник, хотя, мне кажется, он стал приобретать некую популярность. В наших садах я слежу по комментариям, вы часто спрашиваете, как светет мой «Тамарикс». Дело в том, что «Тамарикс» в моем саду есть. И когда он светет, друзья, такое ощущение, что в сад опускается розовое облако. К сожалению, светет он у меня не на всех побегах. Его высокая часть у меня каждый год обмерзает. Но вы знаете, возможно, от того, что он еще молоденький. Потому что когда-то в моем саду точно так же обмерзала и скумпия. Сейчас не обмерзает, прекрасно зимует. И вот я также жду, что и «Тамарикс» когда-то будет свисти в полную силу и будет дарить весной вот такое праздничное розовое настроение. И так правильно, и «Тамариск», и «Тамарикс». Ударение на последнюю «и». Следующий цветок – «Остеусперум». Именно с ударением на первый слог «О». «Остеусперум», а не «остеусперум» или «остеусперум». Часто мы произносим это слово с ударением на «Е». Вот правильно, друзья, на гласную «О», самую первую. Произносить, честно признаюсь, в нашем русском варианте, конечно, неудобно. Цветок давно вошел в постоянную номенклатуру цветов для дачи, что не мудрено, ведь цветенут все лето, вплоть до заморозков. Размножается семенным и вегетативным способом, так что, садоводы-любители, закупайтесь семенами. Еще одно всем известное растение, друзья, это щавель. Именно так правильно произносить это название. Щавель, а не щавель. Конечно же, щавель знают все. Из него мы варим щи в ранний весенний период, когда он только-только появляется. И чтобы запомнить, как произносится это слово, просто запомните такую короткую, небольшую пословицу. Не нужна сейчас шинель, принесите мне щавель. Ну и последнее слово, мульча. Это, конечно же, не растение, но я не могу не включить это слово в свой список, ведь довольно часто мы произносим его в своем садовом обиходе. И произносится это слово, означающее, например, слой навоза, компоста, торфа или даже листьев, которым покрывают почву в целях ее мульчирования с ударением на первый, а не на последний слог. То есть правильно, мульча, а не мульча. Что ж, друзья, вот такой список растений у меня получился. Возможно, я перечислила не все растения, не до всего докопалась. И поэтому, если что-то я не назвала, обязательно дополняйте мой список в комментариях. А вообще, друзья, мне кажется, ошибаться в названиях растений может каждый. Да не только в названиях растений, вообще в названиях слов может каждый. И ничего в этом страшного нет. Я просто прошу вас не поправлять друг друга в комментариях, особенно если вы не знаете правильное произношение того или иного слова. Будем терпимее друг к другу. А я на этом с вами прощаюсь. Как всегда, желаю всем хорошего настроения. В практически уже зимней погоде я сижу сейчас на таком классном маленьком балкончике среди своих цветов, которые я занесла с улицы. У меня здесь лавандочка, у меня здесь крупнолистные гортензии, горшки, которые плетет Паша. И если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. У нас очень интересные садовые блоги, которые, я уверена, подарят вам много радости и хорошего настроения. А я с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok